Дорогие красноярцы, мальчишки, девчонки, а также их родители. Меня зовут Вита Краниенко. И очень круто, что в Красноярском крае будет проходить международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Всем привет! Вы на канале Биг Ньюз. Люблю наблюдать за игрой детей в кино. Юные актеры, не имеющие профессионального образования, всегда непосредственные и искренние. Их глаза не лгут, а руки не обнимают без любви. Кто-то сыграет в детстве одну роль и больше не появляется на съемочной площадке, а кто-то становится звездой. Рано загадывать, как сложится судьба юной актрисы Виталии Краниенко. Ей лишь 10 лет. У Виталии Краниенко в 10 лет 78 ролей и 17 фильмов в производстве. Кто же ее родители, известная сестра и как она учится, поговорим сегодня. А перед началом лайк тыкнули, подписку оформили и погнали. В фильмографии маленькой актрисы насчитывается 78 ролей. Скажете, когда было? Успевает, потому что снимается с двух лет. Сейчас в работе целых 17 фильмов, а ведь она школьница, надо учиться. Самой же с таким объемом нагрузки она не справится, видимо родители тоже не спят. Так тоже они. Виталия Краниенко успела отметить свой первый круглый юбилей. Ей исполнилось 10 лет. Считает она себя взрослой и имеет свою страничку в инстаграме. Актриса она стала вовсе не случайна, хотя родители ее не являются актерами или режиссерами. Хотя, если честно, я думаю, с родителями и актерами такого бы успеха у нее не было бы. Им попросту бы не хватило времени заниматься карьерой дочери, а теперь еще и контролировать учебный процесс. В их дружной творческой семье есть еще одна актриса. Это старшая сестра нашей героини Вероника Корниенко. Между ними разница в 10 лет, а вот актрисами не стали практически одновременно. Мама заметила умение старшей дочери перевоплощаться в разных героев и решила помочь реализовать его. В 11 лет Вероника попала на съемочную площадку закрытой школы, где снималась в эпизоде. В следующем году для Вероники нашлась роль юного фотографа в короткометражном фильме «Макарошка». Здесь с ней снималась младшая сестренка, которой было 2 годика. Виталий же в этом проекте впервые попала в кадр, и она сыграла подругу Макарошки. Затем их карьеры устремились вверх. В некоторых кинофильмах и сериалах сестры снимались вместе. «И шарик вернется» играют Настю и дочь Веры в 5 и в 12 лет. «Отель Санрайз» играет дочерей, а по-настоящему их объединил проект Воронины. Однако многим запомнилась Вероника Корниенко в сериале «Улица», где она предстала перед зрителем в образе красавицы Н. Эта роль специально писалась под нее. Есть у Вероники и главные роли в проектах Анютины Глазки, дочь Галины и романа Аня Крюкова. И Надежда, главная героиня детства. А с 12 лет Вероника танцует в Тодосе, также она окончила музыкальную школу и занималась вокалом. Вероника и Виталия живут с мамой и отцом, о своем отце Алексея Корниенко и маме они в интервью практически не рассказывают. Это частная жизнь родителей, которые девочки очень любят и уважают. А вот мама Олеся заслуживает отдельного рассказа. Именно она определила, чем занять своих дочерей. Олеся Корниенко после рождения Виталии посвятила себя полностью карьере дочери. Ранее она была фотомоделью, поэтому хорошо знает эту кухню изнутри. Сейчас Олеся планирует встречи дочерей актрис с режиссерами и составляет рабочий график. Если Вероника уже сама может справиться с наплывом работы, то Виталии требуется помощь. Вита сейчас ученица 4 класса, учится она на отлично. Любимый предмет в школе – английские технологии. А после занятий она учит также испанский и французский. Учителя с ней занимаются дополнительно, если было много пропусков. Ее учебный год очень размыт и не имеет четких границ, ведь часто вместе со съемочной группой девочка уезжает на съемки за пределы Москвы. Она уже побывала на Мальте, в Крыму, в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. Виталия уверена, что после окончания школы будет не только актрисой, но и продюсером и режиссером, а для этого хочет окончить школу с золотой медалью. Ну что ж, не проводите время зря и всем пока-пока.